добрый день уважаемые друзья консультанты наши клиенты и конечно же наши лидеры приветствую вас и уже с третьего открытого вебинара по продукции faberlic уверена что сегодня присутствуют здесь и те кто уже просмотрел наши два вебинара и те которые тут только лишь первый раз поэтому вам отдельное спасибо что вы нам верите и то что вы сегодня вместе с нами но сначала давайте поговорим о том откуда вообще родилась эта история что нам необходимо с вами услышать как можно больше о продукции и конечно же это были запросы наших лидеров было и наше понимание что что-то мы где-то недорабатываем и очень мало говорим о нашем прекрасном продукте ну и последнюю точку поставили участники нашей российской лиги с которой сказали да коли пора и мы это сделали но мы пошли немножко дальше и мы решили открыть целую серию вебинаров целую серию открытых уроков и назвали ее марафон по продукции и вы услышите на этом марафоне вы уже видели его расписание вы услышите наших специалистов нашей компании а также лидеров сети которые очень хорошо разбираются и понимают в нашем продукте и все таки что же такое марафон фаберлик и первое запомните наш хэштег марафон это продуктовый марафон фаберлик запишите его себе и теперь вы постоянно используйте он станет настоящим навигатором среди самой любимой нашей с продукции второе с нас прямой обучающий вебинар каждую пятницу в 13 00 московского времени мы вас ждем из этой студии а вы в свою очередь выставляете после мероприятия пост в instagram с хэштегом этого марафона и так начиная с 8 июня выкладывайте на своей страничке в instagram фото с момента когда вы из когда вы использовали свой любимый продукт который присутствовал на наших мастер-классах обязательно поделитесь своей самой интересной историей расскажите нам что вам нравится больше всего из этих продуктов а возможно что-то вас и спасло когда-то потому что мы знаем какие у нас продукты уникальные не забудьте что ваш instagram обязательно должен быть открытым чтобы мы увидели все ваши истории 5 самых лучших историй каждую неделю мы будем выкладывать в своем бизнес инстаграме фаберлик в течение недели вы возможно увидите свои истории по итогам прямых эфиров 30 самых лучших авторов это их этих фотографий и по постав постов к ним будут награждены от компании ценными подарками я думаю что это тоже будет интересно расписание уже повторюсь вы видели на сайте она данный момент у нас только лишь до 3 августа но поверьте нам есть что вам сказать и дальше это только лишь начало но и главное не упустите возможность это я уже обращаюсь к лидерам консультантам приглашайте на эти мероприятия своих подруг потребителей те кто еще не являются консультантами компании включите их в этот марафон и поверьте в скором времени они станут нашими консультантами не упустите эту возможность ну а сегодня прямой эфир проведет человек которого я очень давно знаю это бриллиантовый директор компании это профессиональный визажист светлана устратова вы услышите от нее секреты профессионального макияжа уверена что это только лишь первая история которая нам рассказали уверены и знаю что это только первая история которая скажет нам светлана так как она живет не рядом с нами то мы записали уже несколько дней записывали не ее истории и вы их увидите в следующем расписании в какую-то из пятниц вы обязательно это услышите ну а светлана в это время будет с нами находиться или в чате или возможно потом она мы ее подключим и она обязательно ответит на ваши вопросы но сегодня пользуйтесь уникальной возможностью я приглашаю светлану и после того как она выступит она ответить на ваши вопросы спасибо вам огромное еще раз за доверие что вы вместе с нами коллеги добрый день очень приятно вас всех видеть здесь на прямой трансляции я надеюсь что я сегодня вам максимально постараюсь ответить на все ваши вопросы и расскажу вам о декоративной косметике потому что я ее очень сильно люблю я уже больше 15 лет сотрудничаю с фаберлик и вот декоративная косметика это то направление которое я изучаю постоянно которому я обучаю и я с удовольствием со всеми делюсь своим собственным опытом и тем что я могу порекомендовать вам и возможно вы будете рекомендовать рекомендовать дальнейшем своим клиентам подружкам и коллегам и так мы с вами начинаем начать хочу с того что декоративная косметика фаберлик представлена несколькими линейками я думаю вы видели как и иногда в нем бывает очень сложно сориентироваться особенно тем кто вновь к нам только пришел они не знают на чем остановиться что выбрать и я сегодня расскажу вам какие есть хиты в каждой линейке и какие продукты и какие проблемы решают то есть мы сначала поговорим с вами про проблемы а потом поговорим про то из какой линейки какой обязательно продукт нужно приобрести для себя и с удовольствием пользоваться каждый день но прежде чем я перейду к линейкам я хочу сказать вам такую то что что я то чем я горжусь то что у нас декоративная косметика производится на одном из ведущих итальянских заводов интеркос а я думаю что ни для кого не секрет что ведущие марки мира которые производят декоративную косметику как правило сами производителями не являются то есть они большую часть косметики заказывают на заводах так вот у нас есть линейка и для нас разрабатываются в италии текстуры для нас разрабатываются специальные формулы и например какие-то продукты у нас есть аналогичный люксу но они где-то примерно там в два в три иногда даже бывает в четыре раза дешевле чем стоит люкс и этим нужно гордиться а это нужно помнить я периодически сравниваю покупаю какие-то дорогие продукты и могу вам сказать что прям вот горжусь тем что есть нашем ассортименте потому что мы всегда идем в ногу с модой у нас всегда есть самые лучшие продукты которые есть на рынке в данный момент и иногда даже меня удивляет как можно такой классный продукт продавать по такой очень-очень доступной бюджетной цене поэтому у нас есть производитель итальянский у нас есть сотрудничество с германией там мы производим наши карандаши подводочные ну и у нас огромный завод своя собственная фабрика в бирюлево где уже непосредственно фасуется вся декоративная косметика и доставляется до клиента у нас огромный широкий выбор для абсолютно каждой вот кто бы к вам не пришел неважно даже какого возраста у нас есть для малышек косметика там двух трех четырех лет у нас есть косметика для подростков у нас есть косметика для средней категории да по возрасту у нас есть косметика для возрастных женщин то есть нас в принципе для любой женщины любой категории цены и соответственно линейке можно подобрать то, что ей будет необходимо. И если брать, например, решение проблем, то мы можем решить практически любую проблему. Да, конечно, у нас бытовая косметика, она у нас не профессиональная, и если брать, например, и делать какие-то профессиональные макияжи, конечно, не совсем все продукты у нас есть для этого. Но для ежедневного макияжа, для того, чтобы делать себе, для того, чтобы рекомендовать другим, у нас есть точно все. И как от бюджетных вариантов, так до премиум вариантов эта линейка Секрет, которая у нас прекрасно в золотом обрамлении выглядит. Но прежде, чем перейти к самой декоративной косметике, я, конечно, хочу начать с инструментов. Потому что ни один макияж невозможно сделать качественно и хорошо, если у вас нет вообще никаких инструментов. Да, бывают макияжи, которые можно сделать пальцами, но это такой вариант лайт макияжа, быстрый там за 2-3-5 минут с утра. Я, конечно, говорю про полноценный макияж, где мы будем использовать и тени, и тональные, и румяна, скульпторы. Поэтому нам с вами для этого понадобятся кисти. И у нас в ассортименте есть вся линейка кистей, которая вам необходима для начала. Если вы потом в будущем планируете, например, делать макияж другим, тогда вы уже постепенно можете какие-то кисти докупать. Но для базового набора, для себя самостоятельно делать макияж вам будет достаточно. Это пушистая кисть для пудры. Она необходима для того, чтобы тонким слоем наносить пудру на все лицо. Это скошенная кисть для румян. Ее же можно использовать для хайлайтера и ее можно использовать для скульптора. Поэтому она довольно универсальная и мы можем использовать ее для нескольких продуктов. кисть для нанесения тона, она плотная, с прямым срезом и она очень хорошо шлифует и распределяет тон на поверхности кожи. И вот эта линейка кистей, кисть для консилера, ее же можно использовать для кремовых теней, для того, чтобы тонким слоем наносить их на веко. кисть для растушевки теней, такая более пушистая. Круглая кисть, также идет для того, чтобы хорошо растушевать тени на верхнем веке. И скошенная кисть, мы ее можем использовать для бровей и можем использовать ее для нижнего века, для растушевки. И по верхнему веку можно проходить кисточку для растушевки каяла, либо для нанесения, например, влажным способом запеченных теней, как подводки. Вот поэтому вот такой набор кистей обязательно приобретите, если у вас еще пока его нет, для того, чтобы можно было делать полноценный макияж. И сейчас немножко поговорим про проблемы, то есть когда мы с вами покупаем тот или иной продукт, нам всегда хочется, чтобы он выполнял какую-то определенную функцию. То есть мы же не покупаем там пудру или какой-то корректор ради того, чтобы его просто купить. И исходя из того, что вы хотите решить, есть под каждую проблему, есть свое решение. Я выбрала основные проблемы, которые обычно мне задают вопросы, либо какие есть у клиентов и сейчас на них остановимся. Если я какую-то проблему не затрону, то вы можете написать ее в вопрос и я вам на него отвечу. И первое, что я очень рекомендую вам каждый в косметичку, это база фейс-контроль. То есть очень часто встречается комбинированная жирная кожа, у которой расширенные поры и в течение дня она поблескивает. Вот если вы хотите, чтобы у вас как можно дольше держался тональный крем, чтобы он ровно ложился и поры были не так заметны, вам понадобится база фейс-контроль. Она на силиконовой основе и идет, можно сказать, как затирка пор, то есть можно наносить ее только на переднюю часть, на зоны около носа, на лоб и на подбородок. Можно наносить ее на все лицо, она дает хорошее ровное покрытие тонального. И база, тоже ее можно как базу под макияж, это из линейки Beauty Lab, это база Blur. Она идет такой бархатной текстуры, со светоотражающими частичками и если вы будете ее для комбинированной жирной кожи использовать, менее заметны будут поры и более долго у вас будет сохраняться матовость кожи в течение дня. Следующая проблема, это тусклая кожа, она часто встречается у женщин 50+, с возрастом постепенно кожа тускнеет и для того, чтобы нам придать свечение, мы можем использовать несколько продуктов. Мы можем использовать из Аксиолоджи базу с сияющими пигментами, можем ее взять в качестве основы, а можем использовать BB Праймер. BB Праймер, который есть у нас в линейке Skyline, он идет как раз таки с таким легким внутренним свечением, ощущение будет как будто кожа светится изнутри. И вы можете его добавлять капельку в тональный, а можете слегка распределить на поверхность лица, но это только для тех, у кого действительно тусклая кожа. На комбинированном лице, при комбинированной коже, он иногда смотрится как будто жирная кожа стала, поэтому если у нас кожа комбинированная жирная, то попробуйте, возможно вам подойдет, но не всем подходит. Его можно использовать просто вот на верхней части скул для подсвечивания кожи. Дальше, проблема это мелкая сетка морщин, как бы мы не хотели и как бы чудесно мы не пользовались и ухаживали за кожей, рано или поздно все-таки мелкая сетка морщин появляется. Просто если мы пользуемся Фаберлик, она появляется намного позже, если мы не пользуемся, то она появляется намного раньше, но так или иначе все равно она есть. И для того, чтобы нам визуально выровнять лицо, нам понадобится тональный крем «Сияние молодости» с омолаживающей сывороткой. Я прям его очень-очень люблю, всем рекомендую. Это вот премиум сегмент, то есть вот если вы хотите хороший дорогой тональный крем, то это тональный с омолаживающей сывороткой в двух оттенках, причем самый светлый подходит для светлокожих. Я сама просто светлокожая, знаю проблемы, когда не всегда тональный, даже те, кто подстраиваются, действительно подстраиваются, а этот 6309 оттенок подходит и делает кожу ровной, убирает мелкую сетку морщин и при использовании особенно в омолаживающих макияжах дает очень хороший результат. Поэтому если вам 50+, то тональный либо 6309, либо 6310 запишите себе обязательно в лист заказа. Дальше, если вы хотите сделать быстрый макияж, вот вы утром встали и у вас есть буквально пару минут и вы думаете, что бы придумать такое, чтобы выглядеть хорошо. Вам нужно три продукта. Вам нужен BB корректор, это у нас в линейке бьюти лаб, он наносится на зону под глазки вот таким треугольником перевернутым. Мы его аккуратно распределяем и после того, как нанесли корректор, используем BB крем. Либо BB крем для нормальной кожи, либо BB крем для мотирования, для комбинированной кожи, либо тот, либо другой. И третье, это палетка для скульптурирования. То есть мы с вами с помощью трех продуктов утром быстро можем очень сделать такое свежее отдохнувшее лицо. То есть если даже вы не выспались, и у вас есть темные круги под глазами, BB корректор с этим справится. Ну, только если они у вас довольно легкие, если очень серьезные, то нужны корректоры другие использовать. BB крем выравнивает хорошо тон кожи, а с помощью палетки мы можем придать коже свежести румянами и такого легкого свечения с помощью хайлайтера. Поэтому эти три продукта тоже, я считаю, должны быть абсолютно у каждой на полочке, для того, чтобы утром, когда проспали, не успели, вот надо побыть быстрому сделать макияж, быстро привести себя в порядок. Дальше. Если у вас есть покраснение на лице, то есть это тоже бывает частая проблема. Покраснение бывает у нас в связи с тем, что какие-то есть воспалительные, например, элементы, либо постакне, либо сосудистая сеточка. Любые покраснения у нас перекрываются зеленой базой под макияж, корректором. Поэтому, если такая проблема у вас существует, то обязательно корректор такой закажите и он наносится под тональный, то есть прям легкими прихлапывающими движениями на зоны покраснения наносите и потом такими же движениями наносите сверху тональное средство. и кожа будет визуально выглядеть намного ровнее. Если у вас есть проблема с тем, что губы шелушатся, либо трескаются, то вам понадобится из нашей линейки BB Праймер из линейки Бьюти Бокс. И его нужно наносить, вот он, например, утром встали, нанесли сначала его, а потом уже, ну, то есть когда… не прям сразу, как только начали делать макияж, а до этого минут, например, за 10-15. Чтобы он поработал на губах и чтобы при нанесении помады у вас уже губы были ровные. Он действительно очень хорошо разглаживает поверхность губ, убирает шелушение, и при этом, если вы дальше уже, например, используете помаду-карандаш, он фиксирует и не дает растекаться, поэтому он как два в одном работает. А если есть на губах шелушинки, которые не убираются с помощью праймера, у нас есть скраб для губ, тоже в линейке Бьюти Бокс, сахарный скраб для губ. Он очень вкусный, его, конечно, есть не надо, но он такой прям приятный на губах. То есть нанесли, маленько помассировали губы, и минут так через 10-15 его можно просто ватным диском убрать. И губы будут очень мягкие, и все шелушение с губ у вас постепенно уйдет. Далее, если у вас есть проблема с тем, что у вас растекается помада. Часто такое встречается, когда вы используете помаду без карандаша, либо когда вы, например, используете карандаш нестойкий. То есть у нас есть два варианта карандашей. У нас есть устойчивые карандаши и ультрамодер, такие более мягкие. Поэтому, если вы реально сталкиваетесь с такой проблемой, что у вас постепенно в течение дня расползается помада, то, во-первых, вам нужен обязательно праймер, и второе, нужен карандаш для губ из коллекции Секрет. У него устойчивость 10 часов, и его можно использовать как подложку под помаду, под блеск, так и просто самостоятельно. Он очень долго держится. Вот вы можете нанести его, и в течение дня не бояться, что у вас съестся помада, либо она растечется. Но если вам нравятся помады, то тогда сначала контур карандашом, а потом кисточкой наносите помаду. Следующая проблемка, которая бывает очень часто встречающаяся, это отпечатывается на веки подводка, либо карандаш. И если у вас действительно это есть, то здесь есть два варианта. Вы наносите карандаш, его растушевываете, то есть не толстым слоем наносите его, потому что карандашу просто некуда деваться. То есть, когда толстым слоем карандаш нанесли, век открыли, конечно, он отпечатается. Здесь есть вариант такой, что вы просто его фиксируете сухими тенями, то есть берете кисточку, плоскую, скошенную, и фиксируете карандаш сухими тенями. Либо вы припудриваете просто кисточкой сверху слегка для того, чтобы он также зафиксировался. То же самое с подводкой, со стойкой. То есть у кого-то она держится, у кого-то она не держится. Если у вас века комбинированная, плюс ко всему еще имеет такую нависшую структуру, тогда обязательно нужно после того, как вы нанесли подводку, ее припудрить. Тогда проблем с тем, что она отпечатывается или растекается, не будет. Еще одна часто встречающаяся проблема, особенно когда выбирается тональный по каталогам, это не подошел оттенок тонального крема. То есть мне очень часто говорят, а что делать, я вот заказала, а мне не подошел. Здесь есть два варианта. Если вам тональный оказался темный, то нужно просто заказать светлее тон и их можно смешивать. Ну и соответственно, чтобы тональный не пропал, можно их оба использовать. Либо еще один вариант, это брать тональные крема, которые подстраиваются под оттенок кожи. Такой тональный у нас в линейке секрет, дабл стайл, он идет сразу с базы под макияж. И соответственно, такой довольно плотный, он когда выдавливаете, он довольно темный. Но при нанесении на кожу он подстраивается под оттенок и имеет такое хорошее покрытие и покрывистую способность. Но если кожа очень светлая, он не подстроится, вероятнее всего. То есть я говорю просто по себе и по тем девочкам, которые ко мне приходят светлокожие, то есть под совсем тем, у кого прям там с синенькими прожилками кожи, а этот тональный, вероятнее всего, не подстроится. А еще один тональный, который подходит светлокожим, это Feel Fresh из Beauty Box. То есть он тоже подстраивается под оттенок кожи, но его нужно наносить для светлокожих тонким слоем. Если у вас тон кожи средней и темнее, тогда он прекрасно вообще ложится, выравнивает рельеф лица и чудесно в течение всего дня смотрится. Его можно использовать как подросткам, так и соответственно тем, кто постарше. Для светлокожих я уже говорила, что можно использовать из омолаживающей линейки Secret 6309 тональный. И еще один тональный, который я прям очень-очень люблю и всем его рекомендую. Это тональный Steyon. Он идет на водной основе, но при этом он очень хорошо фиксируется на коже. Это единственный тональный, который не оставляет следов на телефонах, на одежде, на шарфах, на куртках. Ну в общем, все, что соприкасается у нас с верхней частью головы, не оставляет никаких следов. И фарфоровый оттенок подходит для светлокожих вообще прекрасно. То есть вообще не видно разницы между шеей и лицом. И, соответственно, выглядит очень-очень натурально. При этом, если у вас кожа комбинированная, то он дает хорошую матовость в течение долгого времени. Поэтому я прям его рекомендую. Я в последнее время в основном только им и пользуюсь. И еще одна проблема бывает такая, что при нанесении и коррекции бровей получаются нарисованные брови. Когда используют карандаши, либо когда используют неправильные оттенки теней. И я рекомендую для того, чтобы у вас были натуральные брови, обязательно дома иметь вот такую палетку. Это палетка Super Brow из линейки Beauty Box. В ней есть 4 оттенка. В ней есть хайлайтер, который вы можете использовать под бровь и на верхнюю часть скулы. В ней есть 3 оттенка для коррекции бровей. И их же можно использовать как матовые тени для коррекции век. Поэтому она очень универсальная. Здесь есть разные по тепло-холодности оттенки. Более темные, более светлые. И получаются очень естественные брови. Натуральные. Визуально даже не подумаешь о том, что они были скорректированы цветом. Поэтому эту палетку тоже рекомендую. С проблемами то, что я обозначила, я закончила. Если у вас какие-то проблемы есть, пишите. Буду отвечать после того, как закончу рассказывать. А сейчас перейду к обзору хитов в каждой коллекции, чтобы вы могли просто сориентироваться. На что обращать внимание и что в первую очередь себе приобретать, либо рекомендовать клиентам. И начинаю я с мной любимой линейки Secret. Это действительно премиум линейка и по внешнему оформлению. Она очень красивая, золотая, ее приятно держать в руках. И по внутренним составляющим ингредиентам. То есть там действительно есть хорошие, дорогие ингредиенты. Там есть продукты, которые аналогичны люксу. Там есть разные продукты, которыми мы можем сделать абсолютно любой макияж. Как дневной, так и вечерний. И, соответственно, начать хочу с пудры, которая есть в этой линейке. Называется пудра Звездный выход. Она сразу идет с зеркальцем и вот такой вот красивой мягкой пуховкой. Эта пудра хороша тем, что в составе у нее есть так называемая инкапсулированная гиалуроновая кислота. Очень часто боятся брать пудру, потому что думают, что пудра кожу пересушит. И не берут ее. Но эта пудра при использовании ежедневно в течение 30 дней даст эффект, наоборот, более увлажненной коже. И если, например, вам за 50 и вы боитесь брать пудру, потому что у вас суховата кожа, эта пудра точно кожу не пересушит. Она представлена в трех оттенках. От светлого до темного. Но светлый он не самый светлый. Поэтому, если вы, опять же, светлокожая, то для светленьких лучше наносить только кисточкой, не пуховкой. Потому что, например, там пуховкой, ну вот для меня темно будет пуховкой. Но в целом текстура пудры очень хорошая. То есть матовая, бархатная. И по составляющим она, конечно, такая прям ухаживающая. Дальше. Продукт, который у нас есть в линейке, называется запеченная пудра бронзер в свете софитов. Он идет сразу два в одном с хайлайтером, как перемешан. И мы можем использовать его в двух назначениях. То есть мы можем использовать его как подсвечивающую пудру, только не надо на все лицо. На все лицо все-таки это слишком блестит она. Можно в вечернем макияже, и то на некоторые зоны. В дневном точно на все лицо не нужно. Ее очень красиво наносить на зоны верхней части скулы. Можно наносить ее под бровь. Ее можно использовать в качестве теней. Причем наносить как кисточкой, так и просто пальчиком. Она очень красиво смотрится. И вот в дневном каком-то нюд макияже будет выглядеть просто великолепно. Поэтому по текстуре шикарная пудра. Аналогичные пудры в люксе стоят примерно 2,5-3 тысячи. Вот такого плана. Поэтому вот кто любит такие светящиеся текстуры, кому нравится делать такой подсвет лица, то вот пудру я рекомендую для этой цели. Карандаши для бровей. В этой линейке есть 3 карандаша. Они идут на пудровой основе. От самого светлого до самого темного. С помощью них можно сделать очень-очень натуральные брови. Но карандаш должен быть тонко подточен. И нужно на бровях создавать имитацию волосков. То есть не просто линию рисовать. Тогда, конечно, будет выглядеть ненатурально. А просто прорисовывать волоски. И самое главное, при коррекции бровей, помните, что самый такой акцент должен быть сделан на изгибе и хвостике. То есть изгиб и хвостик более темный. Начало брови более светлое. Поэтому с помощью одного карандаша, ну сложновато, конечно, справиться с макияжем. Но так как карандаши можно использовать двумя способами. Влажным и сухим. То тогда можно эту интенсивность регулировать. То есть вы можете сухим нанести совсем легко в начале. Потом чуть-чуть его увлажнить. И сделать акцент уже на изгиб и на хвостик. Но карандаши просто отличные по текстуре. Опять же, аналогичные карандаши в люксе такого плана стоят примерно 1,5-1,800-2. Но в зависимости от марки. Я прям в восторге от карандашей. Я всем их рекомендую. И все, кто у меня брали, очень довольны этими карандашами. Далее. Из линейки секрет, что тоже рекомендую. Это подводочные карандаши стойкие. У которых так же, как у карандашей для губ, устойчивость 10 часов. Если вы правильно этот карандаш нанесете на обезжиренное веко. И потом слегка его зафиксируете. Особенно тем, у кого отпечатывается эта проблема. Зафиксируете сухими тенями. Поверьте мне, он выдерживает даже высокую температуру сауны. Или когда вы поехали куда-то отдыхать за границу, например, где жарко очень. И он не растекается. Он не плывет. И он не отпечатывается. И можно использовать его в растушевку, в мягкую дымку. Можно использовать его просто как подводочный карандаш. Из этой линейки я очень рекомендую тушь, которая выглядит очень красиво. Она идет в красивом бархатном мешочке. Ее можно дарить кому-то. Очень приятно получить в подарок такую тушь. И у нее функция идет и разделение, и моделирование, и фиксации, и объема. То есть она такая универсальная. И плюс ко всему она очень хорошо ухаживает за ресницами. У нее фибровая кисточка классической формы. И дает она хорошее нанесение без комочков. При этом она не осыпается, не отпечатывается. И в течение долгого времени хорошо держится на ресничках. И из этой же коллекции я порекомендую тушь Ваш Оскар. То есть это вот две туши. Я считаю это просто бестселлеры Фаберлик. Потому что у них сочетание цены, качества и внешнего вида просто на высоте. То есть я обожаю обе туши. У этой туши кисточка чуть меньше и более конусообразная, чем у моделирующей. И она тоже идет на кремовой основе. И в составе у нее есть натуральные воски, которые ухаживают за ресничками. Поэтому обе туши можно рекомендовать смело клиентам. Они останутся точно довольны. Следующий продукт, который я считаю прям заслуживает особого внимания. Это запеченные тени. Они у нас есть в нескольких палетках. То есть не один-два цвета, а есть действительно большая такая палитра запеченных теней. И мы эти тени можем использовать как в дневном, так и в вечернем макияже. То есть в вечернем макияже мы будем использовать их влажной кисточкой. И будет эффект такой прям яркий, стальной, насыщенный. А в дневном макияже мы можем использовать просто сухим способом. И наносить их на века как пальцем. Они очень хорошо пальцем наносятся. Так и кисточкой. Поэтому запеченные тени обязательно для себя подберите свою палитру. Я считаю, что вот эта палитра 56-20 должна быть вообще у каждой. Потому что здесь есть и теплые, и холодные оттенки. Она такая коричневая, натуральная гамма присутствует в них. И она подходит в 90% случаев практически всем. Следующая коллекция из секрет, это у нас Рината. Рината это коллекция помады, которые сочетают в себе такой изысканность. Это эликсир красоты и здоровья для ваших губ. И в этой коллекции есть действительно разные оттенки. От неудовых до очень ярких. Но остановлюсь на двух оттенках, которые являются такими модными в этом сезоне. Это насыщенный, красивый ягодный оттенок 40-296. И каштановый оттенок 40-292. Поэтому если вы любительница ярких помад, то обратите внимание именно на эти два таких трендовых оттенка, которые действительно будут вас преображать. Ну а на губах она смотрится великолепно и лежит таким тонким-тонким слоем. Такое ощущение, как будто у вас атласная ткань на губах. То есть она очень приятная и не растекается в течение дня. Нет никакого ощущения липкости или жирности на коже. Так что помаду прям рекомендуем. Следующая коллекция из секрет. Это помада Роскошный поцелуй. Эта помада у нас очень давно в коллекции. Она просто перевыпускается в разных упаковках. И это, на мой взгляд, самая такая, наверное, расширенная палитра от пастельных до ярких оттенков. И плюс ко всему эта помада является антивозрастной. То есть у нее в составе есть масло виноградной косточки, которое является очень мощным антиоксидантом. И если вы хотите, чтобы у вас губы всегда были молодые, красивые, разглаженные, то помада Роскошный поцелуй это точно ваш вариант. Вы можете подобрать там как любой нюдовый оттенок, как холодный, так и теплый, так и какой-то насыщенный, яркий для вечернего выхода. Следующая помада, которую я прям очень люблю, и многие клиенты сейчас ей пользуются, так как это сейчас модно, да, сейчас матовые губы очень модны. И это помада Первая Леди. То есть это идеальное матовое покрытие. До такой степени идеальное, что матовая помада вообще не сушит губы. Хотя вот у матовых помад есть такая особенность. Я вот раньше не очень любила матовые помады, потому что губы сухие, ну вот у меня кожа губ, и мне приходилось постоянно их увлажнять. Но если пользуешься матовой помадой Первой Леди, никакой сухости на губах вообще нет. Поэтому возьмите для себя какой-то оттенок, который вы любите, вам нравится, и обязательно должна быть в косметичке каждой женщины. Помада матовая, помада полуматовая, помада глянцевая. Если нравится блеск, то можно перламутровую, и можно какой-то блеск для губ. Вот как минимум 5 продуктов для губ у вас должно быть обязательно, для того, чтобы под разное настроение можно было использовать разные помады. Ну и скажу еще про карандаш, который есть в линейке «Секрет». Именно конкретно номер сейчас вам назову, потому что он является универсальным. Я считаю, что должен быть вообще в каждой косметичке, абсолютно у каждой женщины. Это карандаш 43084. Он натуральный, он имеет цвет губ. И вы можете его нанести на всю поверхность губ, и сверху капельку блеска, например. Можете нанести его в качестве контура, и нанести кисточкой помаду. Можете его использовать самостоятельно, если вам нравятся матовые губы. Он идеален для дневного макияжа, потому что он прям красивый, натуральный оттенок имеет. Поэтому карандаш тебе тоже такой запишите. Теперь переходим к линейке «Скайлайн». «Скайлайн» — это более широкая линейка. Она более бюджетная по стоимости, и в ней намного больше выбора разных продуктов. Как теней, так и помад, и тональных кремов. Я, конечно, про все рассказать точно не смогу, потому что это 5 часов надо говорить как минимум, чтобы про все рассказать. Я остановлюсь на нескольких. И начать хочу с тональных кремов. Первый тональный крем, который я прям рекомендую, особенно на летний период из линейки «Скайлайн», это крем «Естественная безупречность». Он довольно легкий, подходит на летнее время, и он очень хорошо нормализует водный баланс. Из этой коллекции светлый оттенок слоновой кости подходит для светлокожих. И если вы любите легкие тональные крема, то «Естественная безупречность» – это точно ваш вариант. Еще один крем, который очень любят клиенты, и я в том числе им периодически пользуюсь. То есть у меня там много разных тональных кремов. Точнее, все. Я просто их по очереди использую, те, которые для моей кожи подходят. Это СС-крем «Мастер цвета». Чем хорош этот крем? Тем, что он снимает раздражение и воспаление, если таковые на коже имеются. И он очень хорошо адаптируется к оттенку кожи. Плюс в нем есть SPF 15-й фактор защиты от солнца. Поэтому, если вы хотите за кожей ухаживать и не любите использовать дополнительно солнцезащитные крема, то, значит, вам нужен тональный крем СС, так как он сразу идет с SPF-фактором. Если у вас есть склонность к пигментации, и вы точно знаете, что у вас, например, там март, апрель, май начинается на коже пигментация, то вам нужно обязательно с высоким фактором защиты от солнца использовать крема, либо тональный. И у нас такой тональный есть. Это DD-крем. Он идет с 30-м фактором защиты. И он препятствует образованию пигментации. То есть, если вы будете регулярно им пользоваться, то пигментация у вас будет, точнее, у вас, возможно, и даже не будет, если вы вовремя начали пользоваться. Если, конечно, она уже есть, то тут нужно ее осветлять. И, соответственно, в любом случае пользоваться защитным фактором крема. Но про это не забывать. Потому что, когда мы на улицу выходим с голой кожей, вам кожа потом спасибо за это не скажет никогда. Так как внешние вот эти вот все факторы раздражающие, солнце, ультрафиолет, пыль, грязь, это все оседает на коже и в порах. А тональный крем помогает нам защищать кожу от всех этих внешних негативных воздействий. Поэтому тональный – это одежда для кожи. Вы же не выходите на улицу совсем без одежды. То есть вы же на себя что-то одеваете, а кожа почему-то у некоторых страдает на эту тему и ходит голая. Дальше. Скайлайни, что тоже порекомендую, и мне нравится эта очень пудра, это рассыпчатая пудра. Рассыпчатая пудра есть в трех вариантах. Она есть в двух оттенках матовая, и одна – она идет сиянием. На самом деле сияние – неоднозначное мнение у меня по поводу этой пудры, потому что она блестит, причем довольно серьезно блестит. И я бы ее использовала только в качестве подсвечивания, точно не на все лицо. А вот матовую пудру, фарфоровую, например, она подходит большинству. Если у вас кожа средняя, либо больше смуглая, тогда берите второй тон, который потемнее. И в домашних условиях точно лучше наносить кисточкой. Если нужно где-то просто припудриться, можно, конечно, взять пуховку, пуховкой припудриться, но дома старайтесь наносить и фиксировать макияж всегда кисточкой, не пуховкой. Чем хороша эта пудра? У нее в составе есть масло черного тмина и семян тыквы. То есть она очень хорошо смягчает кожу и обладает противовоспалительным действием. То есть если есть такая проблема, как высыпание на коже, то эта пудра, она хорошо абсорбирует кожное сало и обладает противовоспалительным действием. Поэтому абсолютно безопасно ей пользоваться, если есть какие-то небольшие проблемки. Номер, кстати, пудры 6221. Это та пудра, которая фарфоровая. Следующий продукт, который у нас только вот недавно появился и полюбился уже, кстати, очень многим. Это румяна в шариках. Они идут с таким легким-легким мерцанием, дают красивое светящееся покрытие и есть в двух оттенках. В более теплом и в более холодном. Хотя и там, и там теплые пигменты присутствуют. С помощью этих румян можно очень быстро сделать такое свежее-свежее отдохнувшее лицо. И я прям рекомендую, чтобы румяна в шариках были у каждой на полочке, потому что это прям must-have, когда нужно утром, особенно утром, быстро собраться и сделать себе быстро макияж. То есть можно румяна из скульптурирующей палетки использовать, а можно румяна в шариках. И еще одна коллекция румян, которые тоже пользуются большим спросом и нравятся клиентам, это румяна Эра Красоты. Они представлены в четырех оттенках сейчас. И вот эти румяна, они довольно нежные, довольно легкие. То есть они не сильно пигментированные, не очень плотные. И особенно двумя светлыми оттенками вы никогда не переборщите. То есть если вам нравится вот прям такой легкий-легкий румянец, то возьмите Эру Красоты и нанесите слегка кисточкой для того, чтобы был такой эффект внутреннего свечения, ну такого внутреннего румянца. Потому что часто бывают проблемы, когда не умеют особенно румянами пользоваться, и пользуются румянами, например, яркими, наносят их, во-первых, не туда, наносят их слоем толще, чем нужно, пигмент очень такой проявленный получается. И, соответственно, выглядит это больше комично, чем освежающе. Поэтому с румянами нужно аккуратно. И вот Эра Красоты как раз это такие легкие румяна. Далее. Палетки. Из линейки Skyline я очень рекомендую вот эти шестицветные палетки. Их две в двух вариантах. Здесь, получается, есть оттенки матовые, сатиновые, ну и чуть-чуть таким с блеском. Эти тени дают вам возможность сделать как дневной макияж очень легкий, так и вечерний очень насыщенный. И плюс ко всему, вот просто прям по отзывам тех, кто у меня обучался, девчонки говорят, что они очень хорошо, долго держатся, даже без базы. Я просто всегда использую с базой тени, но девчонки говорят о том, что даже при нанесении просто на века тени держатся несколько часов, не скатываются и не собираются. Поэтому вот эти вот две палетки можно смело себе в косметичку приобретать и делать разные макияжи по своему настроению. Тени, которые я рекомендую всем абсолютно, то есть вот независимо от того, делаете вы макияж каждый день или делаете вы его иногда, это кремовые тени Тет-А-Тет. Вот есть три цвета, вы можете выбрать любой, можете выбрать там два-три, они очень недорогие. Это 54-42, 54-43 и 54-45. Их хватит очень надолго, они прям очень экономичные. Наносить можно пальчиком, можно кисточкой. И они служат прекрасной основой под любые тени. Тени держатся, ну я вот не пробовала, конечно, не умываться на ночь, но 12 часов держится минимум. Даже когда мы снимали вот ролики в течение всего дня под софитами, когда очень жарко, тени вообще не скатываются. Поэтому те, у кого есть такая проблема, берете кремовые тени, наносите их только, только наносите не самим спонжиком с теней, а тонким слоем, пальчиком или кисточкой. Ждете, пока они впитаются секунд там 10-15, и сверху наносите сухие тени. Железно, 100% будет держаться. И из этой же палетки, ну из этой же коллекции, есть очень красивый ягодный цвет, 54-46. Я думаю, что многие его просто боятся, и поэтому его не покупают. Но сейчас очень, особенно в вечерних макияжах, такие модные цвета, как раз такие вот уходящие в розоватый, в красноватый, в ягодный. И если вы любите такие экстравагантные, красивые, насыщенные макияжи, то обязательно возьмите его попробовать. То есть вы можете нанести его на подвижное веко и соединить его, например, там с палитрой, например, коричневой. То есть вот коричневый с ягодным можно соединять, и будет очень красивый, насыщенный вечерний макияж. Далее. У нас еще есть тени жидкие, галактика, которые мы можем использовать двумя способами. Так как у него кисточка поворотная, то есть мы можем наносить, повернуть тонкой стороной, как подводку, а плоской стороной, соответственно, как тени. И палитра очень большая. Вы можете выбрать как очень-очень нежненькие, так и очень-очень яркие. И вот мне нравится очень оттенок 54-50, называется «Таинственная планета». Он довольно натуральный, смотрится красиво на веки. Можно его с чем-то комбинировать, можно использовать самостоятельно, например, с подводкой или с каялом в растушевку. Но в целом можно очень быстро с помощью таких теней сделать макияж. Дальше тени из коллекции Skyline. Их два варианта, двойные и тройные. В двойных соединены два оттенка, матовый и блестящий. Он слегка перламутровый, некоторые просто сатиновые. А в тройных есть мат, как правило, либо два матовых, один сатиновый, либо бывает два сатиновых, один матовый. Эти тени, двойные тени более пигментированные, а тройные менее пигментированные, но в основном я бы так сказала. И их лучше всего наносить на базу. Либо на базу Face Control, чтобы они хорошо держались, либо в качестве базы кремовые тени. Тогда, во-первых, они будут более проявлены в цвете, и они будут хорошо у вас держаться. Потому что, например, без базы у меня эти тени не очень хорошо держатся, а с базой вообще чудесно. Поэтому выбирайте те оттенки, которые вам близки, и с удовольствием пользуйтесь. Следующая коллекция из Skyline это Каялы. Каялы это карандаши. Они такие твердо-мягкие по текстуре. Их можно использовать в качестве подводки, можно использовать для растушевки. То есть мы можем наносить их по ресничному краю на верхнее веко, на нижнее веко, на внутреннюю слизистую. То есть они абсолютно безопасны. И безопасны еще потому, что они у нас в дереве, эти карандаши. А дерево является само очень хорошим таким антиоксидантом. Там микробы не размножаются. Поэтому эти карандаши гипоаллергенны. И их можно использовать даже для чувствительных глаз. Карандаш, который всем рекомендую. 54-36. Это такой натуральный коричневый оттенок, который подойдет к любому макияжу, если вы делаете какой-то в натуральной, например, гамме. И вы можете для того, чтобы очертить глаз, просто прочерчивать им по ресничному краю. И потом уже тонкой кисточкой эту линию растушевывать. Ну, либо делать прям какую-то четкую подводку, если вам нравятся больше графичные линии. Так, дальше у нас в коллекции Skyline палетка для бровей. Эта палетка для меня является тоже очень универсальной. Я рекомендую всем эту палетку в свою косметичку. Здесь матовые три оттенка. Вы можете их использовать для бровей, можете их использовать для глаз. Она очень хороша по структуре, прекрасно растушевывается. И вот, например, вот этим оттенком можно прям чудесным образом убирать нависшее веко. Поэтому рекомендую эту палетку всем для макияжа глаз и для бровей. Теперь пару слов про туши. Кто еще не пробовал новую тушь, она называется All Day Fresh. Это тушь с фибровой кисточкой. Она такая конусообразная. И с помощью нее реально сделать накладные ресницы. Ну, как будто накладные. То есть она очень хорошо прочерчивает каждую ресничку, делает их объемные, очень хорошо удлиняет. И за счет того, что она такая скошенная к концу, можно прочерчивать и нижние, и в то же время дотянуться до внутреннего уголка. Одна из любимых тушек клиентов, большинства из Скайлайна, это революционный объем 55-76. Это тушь тоже с фибровой, классической кисточкой, которая дает хороший объем и фиксирует реснички в течение всего дня. Так, сейчас, секунду. Теперь пару слов про помады. Помад у нас в Скайлайне очень много, всяких разных. Я сейчас про них про все рассказывать не буду, потому что реально мы не то, что в час, мы даже в два часа не уложимся. Я скажу только про помаду, которая является таким хитом и нравится большинству. Это увлажняющая помада SS, увлажнение в цвете. То есть у нее такая довольно мягкая текстура, она прекрасно растушевывается на губах, не течет, ухаживает за губами и имеет очень широкую палитру разных оттенков. Периодически в каталогах идет по акции, и ее можно взять по очень-очень приятной и доступной цене. Поэтому про помады, если вот обращаете внимание на Скайлайн, то это вот помада SS. Еще одна моя любимая помада, у меня, к сожалению, сейчас вот здесь на столе нет ее, но я ее прям сильно люблю. Это помада Воздушный поцелуй в виде карандаш помады. Вот те, кто ни разу не пробовал, я прям вам рекомендую. Вот попробуйте одну, 100% возьмете какую-нибудь вторую, третью. У меня девочка одна даже все купила 5 помад, все 5 оттенков, потому что это такая невероятная мягкая текстура. Вроде бы как и карандаш, в то же время помада удобно наносить, и она прекрасно держится и на губах смотрится. Поэтому вот карандаш помады тоже рекомендую. И переходим с вами к линейке Бьюти Бокс. Бьюти Бокс, эта линейка позиционируется как для молодежи, для тех, кто креативные, стильные, и еще пока могут позволить себе пользоваться разными оттенками. Но на самом деле она подходит для любого возраста, то есть это не обязательно линейка такая молодежного характера, просто она так выглядит, да, визуально оформлена. И здесь я вам уже говорила про крем, который я рекомендую, который подстраивается под оттенок кожи, это прям универсальное средство. Из этой же линейки прекрасный крем, это Блёр, он имеет софт-фокус, ну такой частички софт-фокус в своем составе, и при селфи, ну он создан для того, чтобы селфи делать, у вас получается довольно ровное лицо. Поэтому для тех, кто селфи делает все время, обязательно крем Блёр нужно приобрести. И из этой же коллекции мне нравится пудра, BB пудра. Она идет в одном оттенке, но довольно универсально, то есть можно наносить ее кисточкой на кожу, она хорошо фиксирует макияж и делает кожу прям очень такой бархатной, делает матовый финиш прекрасный. Поэтому пудра, ну если только вы не очень-очень смуглая, вам точно подойдет. То есть она и для светлокожих подходит, и для тех, у кого кожа чуть потемнее. Еще три продукта, которые, ну не три, это один продукт, просто в трех оттенках, которые я тоже рекомендую для себя рассмотреть. Это продукт три в одном. То есть это для румяна, в качестве румяна, для губ и можно использовать для век. У него такая тающая текстура, но в то же время она очень устойчивая. Можно наносить просто пальчиком и, соответственно, вы получаете очень такой легкий нежный эффект свежего лица. Буквально за одну-две минутки. Так что выберите просто свой оттенок и с удовольствием пользуйтесь. Мы с вами заканчиваем. Корректор из этой же линейки, который я рекомендую всем, это корректор либо однерка, либо двоечка. Он идет, ну такой средней плотности, он не такой легкий, как BB, но при этом он хорошо очень маскирует, как темные круги под глазами. Так и какие-то недостатки, несовершенства кожи. И что очень хорошо, в нем есть стабильная форма витамина С. И при регулярном использовании под глазками он дает хороший эффект такого разглаживания легкого кожи. И со светоотражающими частичками он дает эффект ровной-ровной кожи вокруг глаз, особенно вокруг глаз. Поэтому вот Magic Drop я рекомендую корректор для того, чтобы можно было выравнивать какие-то несовершенства на коже. И в этой же коллекции мне очень нравится тушь Drainroll. Несмотря на ее цену, вот она реально стоит там иногда по 120-130 рублей, у нее силиконовая кисточка изогнутая, которая разделяет каждую ресничку. И вот все, кто у меня брали эту тушь, все сказали, что тушь отличная. И по свойствам тому, как она держится, и по тому, как она наносится, и как она себя ведет в течение всего дня. Поэтому вот очень бюджетный вариант, но тушь прекрасная. И из этой же линейки мне нравятся вот эти вот блески, называется Loli Lips. Они идут с палочкой для нанесения, чтобы удобно было. И они есть от таких нюдовых оттенков до, в принципе, довольно ярких. Поэтому для себя можно подобрать любой и с удовольствием каждый день менять их, потому что они тоже очень-очень бюджетные. В общем, я, конечно, про все рассказать вам не успела, но в целом я рассказала вам про те хиты, которые есть в каждой линейке. Я думаю, что мы будем такие продолжать прямые эфиры, поэтому у вас будет возможность позадавать в дальнейшем мне вопросы. А сейчас я поотвечаю на те вопросы, которые вы задали в прямом эфире. Так, первый вопрос. Ну, я на него уже отвечала, думаю, наверное, получили ответ. Чтобы тени не скатывались, что можно наносить как основу? Либо кремовые тени, либо базу под макияж, фейс-контроль, основу под макияж. Как правильно обезжирить веко? Ватным диском и тоником. То есть перед тем, как наносить, обязательно протирайте кожу тоником, кожу века тоже протирайте тоником, потом уже ее увлажняйте, а после этого уже наносите базу и тональный. Светлана, где вы и у кого учились? Ой, я где только у кого не училась. Я училась, изначально я получала образование еще в 2006 году. У меня была своя школа по макияжу в оффлайне, на земле. Потом я ее через какое-то время закрыла, а сейчас у меня онлайн школа по макияжу в интернете. Поэтому я много где учусь. Сейчас я учусь на международный сертификат в международной онлайн школе, повышая квалификацию. Поэтому я постоянно где-нибудь учусь. Сильно ли отличается крем блер из коллекции Beauty Box от действия блер из коллекции... Да, конечно, отличается. То есть блер из коллекции Beauty Lab это прозрачный крем, который не имеет никакого тона. Он просто выравнивает лицо, рельеф, хорошо скрывает поры и мелкие морщинки. А крем блер из Selfish это тональный крем с тонирующим эффектом. Он совсем другого действия. Точнее как, они действия похожи, но они разные по текстуре и по оттенкам. Как правильно наносить средства с палетой для скульптурирования лица? О, хороший очень вопрос. То есть смотрите, из палеты хайлайтер мы наносим на зону скул, вот сюда сверху. И можно капельку над бровью и под бровью. Ну только не этой кисточкой, а тоненькой кисточкой. А когда мы берем скульптор, скульптор нам нужно нанести на подскуловое пространство. Вот нашли, где здесь вот косточка есть, вот под косточкой. Наносим вот в этой зоне, растушевываем от уха, переносится немножко, да. То есть таким образом, чтобы создать естественную тень. Если у вас возраст 50-60+, то вам эту границу нужно чуть-чуть приподнять вверх, для того, чтобы визуально было ощущение, что скулы чуть повыше. Для того, чтобы эффект омолаживающего макияжа создать. Также скульптором можно проходиться по нижней границе челюсти, для того, чтобы немножко подсобрать овал. Это тоже касается особенно возрастного макияжа. И, например, если вам хочется уменьшить нос, ну то есть он у вас длинный, можно на кончик носа нанести. Можно нанести по линии роста волос сверху, для того, чтобы сделать лицо более гармоничным. Например, если у вас выступают углы лба. То есть для коррекции каких-то зон можно использовать скульптор. Ну и румяна наносим на зоны яблочек, улыбаемся. И вот примерно в этой зоне, но тут зависит от того, какая форма лица еще у вас. То есть я сейчас не буду на этом останавливаться. Но примерно вот в этой зоне мы наносим. Кстати, в девятом каталоге есть прям схема, там, где шариковый румяна, в зависимости от того, какая у вас форма лица, там прям нарисовано, как наносить. Так что посмотрите. Так, подскажите, почему после нанесения хайлайтера под глаза клиенту 60 плюс получился эффект синюшности? Хороший вопрос, только не поняла, про какой хайлайтер спрашивали. То есть смотрите, когда мы корректируем, во-первых, хайлайтера под глаза наносить не надо. Давайте с этого начнем. Первое. Второе. Когда мы корректируем зону под глазами, она у нас бывает разного оттенка. То есть она бывает коричневая, бывает синяя, бывает фиолетовая, бывает желтая. И нужно на это опираться. То есть когда мы подбираем корректор, мы должны выбрать корректор, который является противоположным оттенком цвету синячка. Синячка в кавычках. То есть, например, если у вас коричневые круги под глазами, вам понадобится лиловый корректор. Если у вас круги под глазами синеватые, вам понадобится наш желтый корректор. А если вы нанесли хайлайтер, то вы просто усугубили ситуацию. Поэтому получилось пятно другого цвета, синюшное. Так что и как употреблять, чтобы скрыть очень темные круги под глазами? Ну, во-первых, надо понять, от чего круги. Может быть, от них можно избавиться. Если это чисто декоративный эффект, который не убирается никаким образом, то, опять же, нужно понять, какого оттенка темные круги. То есть однозначно не сказать. Если круги прям сильно темные, у вас, конечно, Би-Би корректор не справится. Если круги такие довольно легкие, то он точно справится. А темные круги нужно исходить от их оттенка. Светлана, посоветуйте тени, особенности макияжа в женщине 55, смуглая кожа, кари глаза. Ну, давайте на такие частные вопросы я точно отвечать сейчас не буду. Это нужно отдельно рассказывать, как подобрать это все. Можно поподробнее, как убрать нависшее веко оттенком из палетки для бровей. Сейчас покажу. То есть берете кисточку, берете оттенок средний, и вам нужно прорисовать складочку, вот эту верхнюю, чуть выше. То есть не по природной складке пройтись, а взять темный оттенок, точнее средний из палетки. Немножко об руку его стряхнуть, чтобы не было пятна. И вот эту часть прям хорошо, хорошо растушевать. То есть вам нужно нанести матовый средний оттенок, ну, примерно цвета кожи, чтобы визуальное ощущение было, что у вас веко ушло на задний план. Ну, вот если вот так образно сказать, да. То есть мы же понимаем, что макияж это визуальный обман. С помощью макияжа можно сделать все, что угодно. Можно сделать моложе, старше, убрать, добавить и так далее. Поэтому с помощью матовых мы можем скрыть то, что не нужно. Что посоветует из тоналок для 30 лет, чтобы он был легкий, ухаживал и увлажнял? Ну, смотрите, если берем из бюджетной линейки, то это естественная безупречность. Тут прекрасно для 30 лет. Можно взять SS крем, тоже очень хорошо увлажняет и ухаживает. Если из премиум линейки взять, то с омолаживающей сывороткой прекрасно. Я им где-то примерно с 30 лет и начала пользоваться. Какой тональный крем наиболее плотный по текстуре? Плотный тональный у нас идет, довольно плотный, это стойкий. Хотя при нанесении кажется, что он легкий. Но когда он на коже зафиксируется, он очень хорошо перекрывает недостатки рельефа кожи. Может быть, какого-то там оттенка разного на коже. Поэтому он прекрасно перекрывает. И довольно плотный еще дабл стайл. То есть он тоже хорошее покрытие имеет. Что делать, если отпечатывается тушь? Любая, какую бы ни брала, независимо от цены и качества, все равно отпечатывается. Вопрос, где отпечатывается. То есть если отпечатывается на нижнем веке, не наносите на нижнее веко. Это вот правило, которое я говорю всем. То есть если есть проблемы с тем, что вы утром сделали макияж, а вечером у вас вот такой взгляд, потому что у вас все осыпалось под глаза, то попробуйте просто не наносить на нижнее веко. То есть бывает такая морфологически устроенная структура века, что любая реально тушь будет осыпаться. И здесь просто веко прорабатываете тенями, карандашом, растушевываете, но можно без туши. Если отпечатывается на верхнем веке, тогда нужно нанести тушь, подождать, пока она подсохнет, припудрить верхнее веко, только потом открывать глаза, тогда она отпечатываться не будет. Ну или попробуйте водостойкую тушь. Вот у нас есть прекрасная, я про нее, кстати, не сказала. У нас есть прекрасная водостойкая тушь из коллекции Steyon. Она не подвергается ничему, ни соленой воде, ни бассейну, ни морю. В общем, с ней можно нырять, плавать, ходить. Смывается нашим обычным средством двухфазным для демакияжа, прекрасно вообще, но при этом она не течет, не отпечатывается, не осыпается и держится на ресничках очень хорошо. У меня вопросы кончились. Будут еще вопросы? Так, ну все, я так понимаю, что вопросы у вас закончились. Если вдруг у вас какие-то вопросы есть, я есть во всех соцсетях. Вы можете мне писать в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме, в Ватсапе, в Вайбере. Я с удовольствием на любые ваши вопросы отвечу, потому что я пользовалась всей декоративной косметикой Фаберлик. Я знаю, как она работает, я знаю, что от чего отличается. Я помогу подобрать, если какие-то вопросы у вас возникнут. Поэтому пишите, с удовольствием помогу, отвечу. И до встречи в следующих прямых эфиров. Всем пока!